Скоро конец года, а это значит, что время подводить его итоги. За этот год Бравл Старс пережил сначала сильное падение, а под конец года получил подъем популярности. Причем именно в этом году наибольшее потрясение произошло в русскоязычном комьюнити. Давайте вернемся на полгода назад, когда Суперсел заблокировали Бравл Старс на территории России, Беларуси и прочих стран. Казалось бы, все. Русскоязычному комьюнити игры пришел конец. Но конец не пришел. И мало того, сейчас активность Бравл Старса в России за последние два обновления только выросла. Как же так вышло, что в России по-прежнему получается беспрепятственно играть после всех ограничений со стороны Суперсел. Сейчас есть три способа, как зайти в Бравл Старс, находясь в России. Первый способ это ВПН, но его минус заключается в том, что во время боя неизбежно появляется задержка. И играть становится очень некомфортно. Второй способ это БСД Бравл, но я крайне не советую его, потому что это моды, за которые разработчики в теории могут забанить ваш аккаунт. Третий способ это Нулс Прокси или просто DNS сервер. И среди всех этих способов он безоговорочно считается самым лучшим, что доказывают результаты опроса, который я недавно провел в своем Телеграм-канале. Если убрать последние два варианта и оставить только тех, кто играет в Бравл из России или Белоруссии, получается, что через ВПН играют 19% людей, через БСД 4% и через Нулс Прокси 77%. То есть подавляющее большинство предпочитает именно DNS сервер. И как вы уже могли догадаться по названию видео, сегодня речь пойдет о Даниле, также известном как Даня Нул и основатель команды Нул Стим. Хотя это не совсем корректно, поскольку за ним стоит вся его команда. Но все-таки название Человек Года звучит более интригующе, чем Команда Года. Поэтому впоследствии мы под ним будем иметь в виду весь Нул Стим. Итак, почему же я выбрал именно его? Чтобы вы ловили суть моих мыслей, пройдемся по порядку. Казалось бы, что тут такого сложного? Зашел в настройки, вписал DNS Нулспрокси.ком и играй себе в Бравл без ограничений. Но это так легко всего лишь для конечного пользователя. На другой стороне это выглядит сложнее. Сейчас я вам объясню, как работает DNS Прокси и попытаюсь это сделать максимально простым языком, чтобы вы точно поняли. Когда ты запускаешь Бравл Старс на телефоне, он подключается к серверу игры. Этот сервер проверяет твой IP-адрес на местоположение. Например, американского игрока сервер впустит, а вот российскому выдаст окно, вход ограничен. Потому что сервер настроен так, чтобы он запрещал IP из этих стран. Вот здесь на помощь и переходит DNS сервер. Он выступает как посредник между твоим телефоном и сервером. Копируя твои запросы от своего имени. Поскольку DNS сервер находится в Польше, его пропускает сервер игры. В итоге тебе удается обойти ограничения и зайти в игру. Но некоторые уже догадались, что если есть посредник, значит это должно влиять на задержку во время боя. Хотя такого не происходит. Все потому, что бои происходят на отдельных серверах боев, расположенных в разных точках земного шара. И эти сервера боев не проверяют твой IP-адрес по местоположению. То есть серверу боев абсолютно без разницы с России или ты с Америки или еще какой-то другой страны. Этой лазейкой и пользуется DNS сервер. Он настроен так, чтобы во время боя трафик проходил напрямую между твоим телефоном и сервером боя. А DNS сервер сам никак во время этого не участвует. Когда матч заканчивается, DNS сервер опять начинает работать и перекидывает тебя на экран окончания. Казалось бы, схема довольно несложная и даже хитро сделанная, чтобы минимизировать нагрузку. Но что если одновременно это действие будут делать 40 тысяч человек? Вот тут уже и встает вопрос о сервере, который способен такую нагрузку выдержать. И аренда такого сервера будет стоить далеко не пару сотен рублей. Сам же DNS сервер никак не монетизируется. А ты как клиент пользуешься им абсолютно бесплатно. Первый и единственный источник монетизации Nose Team, который я нашел, это всего один рекламный баннер, когда ты скачиваешь Nose Bravo. Они могли, допустим, ввести приватный доступ к своему DNS серверу по платной подписке, либо по единоразовой оплате, но этого всего нет. Nose Team держит этот DNS сервер на энтузиазме, стараясь помочь всем нам, людям, столкнувшимся с блокировкой. Ведь если бы не Nose, то скорее всего русскоязычная комьюнити Bravo действительно бы умерло, как мы это предсказывали в ожидании блокировки игры. И как контентмейкер, который снимает для русскоязычной аудитории, я безумно за это благодарен. У вас, кстати, мог возникнуть один вопрос. Мой ответ – да. Разработчики эту схему могут запросто прикрыть путем добавления проверки IP-адреса на серверах боев. Тогда уже и нагрузка на DNS сервер и задержка будут экстремальные. А самое худшее, что могут сделать Supercell, это заблокировать аккаунты, которые были созданы в России, Белоруссии и так далее. И тут уже никакие DNS сервера с VPN-ами не помогут. Такой функционал есть в Supercell Store. Теперь даже по тегу нельзя задонатить на аккаунт, созданный в этих странах. Это доказывает, что Supercell знает о такой возможности, но не спешат ее реализовывать. Supercell, пожалуйста, не смотрите это видео, это не призыв к действиям. Намеренно ли они это не делают или не намеренно, вопрос остается открытым в комментариях. Но что я могу сказать точно? Блокировку по IP добавили только через год после объявления Supercell об уходе из России и Белоруссии. На сегодня у меня все. Поздравляю всех вас с наступающим Новым Годом или для кого-то уже наступившим. Не забывай про лайк под видео и подписку на YouTube и Telegram канал. А я с вами прощаюсь, до скорых встреч, пока.